Славные дружи, всем привет! Сегодня я вам расскажу о всех смартфонах компании Honor. Мы подведем итоги и по сути определим, какой из них самый лучший или возьмем так сказать целую группу смартфонов, которые мы можем выделить в той или иной линейке, на которую точно стоит обратить внимание, но и даже приобрести. Кстати, все ссылочки будут, друзья, в описании под этим видео. Ну и, конечно, на моем телеграм-канале дополнительная информация, различные ссылки на различные товары, промокоды, скидки и всякое такое. Друзья, обязательно проходите на телегу и подписывайтесь. Ну и, конечно, нажмите на лайк именно в этом видео, потому что я постарался, друзья. Это было достаточно непросто, потому что компания Honor сейчас, может быть, не на самом лихом коне, и поэтому информации о некоторых смартфонах раздобыть достаточно сложно, ну и, так сказать, все это упорядочить. Как вы понимаете, это абсолютно уникальный контент на просторах интернета, в Дзене, в Ютюбе, в ВК и везде. Поэтому я могу смело сказать, такого контента вы не найдете нигде. И этот контент будет полезен не только обычным зрителям, но и даже профессионалам, блогерам, обзорщикам по смартфонам. Благодаря этому видео вы сможете разобраться, где какой смартфон находится, почему стоит один дороже, другой дешевле. Ну и, как говорится, после этого видео вы станете экспертом в этом вопросе. В комментариях напишите, был ли у вас когда-нибудь Honor, если был, то какой. Если вы меня спрашиваете, есть ли другие линейки, конечно, на канале уже вышли линейки Xiaomi, Realme, Infinix и Tecno. Плашечки, друзья, должны вот сверху всплыть, там вы сможете увидеть все линейки этих смартфонов. Итак, давайте начинать. Вначале буквально немножечко поговорим о компании Honor. Это вообще известный, суперкрутой, раскрученный бренд. Но в определенный момент на компанию Huawei, так сказать, головная компания, были наложены санкции. И поэтому было принято решение, что Honor отделилась от Huawei. Каким образом это произошло, я не знаю. По документам просто разделили, что это две разные компании, все остальное осталось на месте. Суть в том, что компания Honor должна была отделиться от этих санкций. И эта ситуация, с одной стороны, сыграла достаточно интересный момент. Раньше на Honor были Kirin, которые многие из вас ненавидели. Хотя в целом это была очень хорошая, отличная линейка смартфонов. Пусть даже на тех же самых Kirin'ах. Компания Honor отделилась, Kirin'ы пропали и появились Snapdragon'ы. И также новенькие MTK. С одной стороны, неплохо, но ценник чуть-чуть стал больше. В общем, друзья, давайте перейдем к линейкам, потому что болтать об этом можно много. Я буду брать в основном самые актуальные линейки. И некоторые линейки, друзья, ушли уже, по сути, с горизонта. Поэтому о них я расскажу достаточно немного. Итак, первая это линейка A. Около 100 долларов примерно ценник. Это Honor X7A последний. Были 6A, 7A, 8A, 9A. На данный момент я прям такого сильного продолжения не нашел. Но, возможно, где-то эти смартфончики и есть. То есть, это, друзья, самый такой бюджет, на который можно обратить внимание, если вам нужна компания Honor. Далее была линейка i. Она ушла. Там были 20i, 30i. Но на данный момент тоже продолжения нет. Следующая линейка это линейка S. Honor 7S, 8S, 20S, 30S, 9S. Также были и другие смартфоны. Тоже на данный момент особого продолжения этой линейки я не нашел. Поэтому ее пропускаем. Далее тоже была бюджетная линейка под названием C6C. Наверное, некоторые помнят еще. Это смартфон 7C, 80, 9C. Ну и тоже, друзья, особого продолжения не нашел в этой линейке. В целом это, друзья, такой совсем бюджет-бюджет. И я вам отсюда ничего не рекомендую. Ну вот, следующая линейка, она достаточно интересная. Называется она X. И здесь уже были легендарные модели. Например, X8, X9. Но на данный момент, конечно, они уже устарели. Поэтому актуальные модели. 10X Lite. Новинка, кстати, сейчас X8B. Также Honor X8A. Honor X9B. X7B. X9A. И X50. Ну, давайте обратим внимание хотя бы на X8B. 6 гигабайт оперативной памяти. 256 встроенной. Здесь используется Android 14. Батарейка на 4500 мАч. Есть быстрая зарядка на 35 Вт. Ну, и здесь используется достаточно простенький Snapdragon 680. Adreno 610. Это видеоускоритель. AMOLED-экран 90 Гц. И основная камера на 108 Мп. В целом это такое чуть ниже среднего сегмента. И вообще, эта линейка X примерно все чуть ниже среднего сегмента. Ну, и некоторые смартфоны немного напоминают компанию Huawei. Например, Honor X9B. Здесь достаточно большой аккумулятор на 5800 мАч. Быстрая зарядка на 35 Вт. Snapdragon 8 Gen 1. Adreno 710. Ну, уже показатели чуть получше. AMOLED-матрица на 120 Гц. Основная камера на 108 Мп. Вот таким образом оригинально он выглядит. Но и в целом тоже на него можно обратить внимание. Можно найти на наших маркетплейсах. А в целом линейка X, наверное, на данный момент немножечко растерялась. И растеряла всю ту уверенность, которая у него была примерно 5-6 лет назад. Тогда это были абсолютно топовые варианты. И даже, кстати, некоторые смартфоны были абсолютно безрамочные. То есть, камера выдвигалась сверху. Об этой линейке в целом больше сказать ничего не могу. Далее переходим к следующей линейке. Называется она N. И это название непосредственно от самой компании Honor. Они обозначают ее как линейку N. Хотя самой буквы нет в названии этих смартфонов. Поэтому мы разделим, друзья, эту линейку на следующие подлинейки. Это линейка Lite, это линейка N и линейка Pro. И вот три вот эти подлинейки. И вообще линейка N, наверное, одна из самых популярных у компании Honor. И она ей приносит сегодняшнюю популярность. Но и точно обеспечит ей будущую популярность. Потому что здесь, друзья, есть на что обратить внимание. 50 Lite, 60, 70 Lite, 80 Lite, 90, 100 и 200. То есть, циферка ставится, дальше Lite пишется. И вот тебе и вся серия. Ну и, наверное, самый нормальный такой популярный телефон в этой серии, который точно можно рекомендовать, это 200 Lite. То есть, последняя модель. Базируется он на 906080. Здесь неплохой экран AMOLED. 90 Гц. 8 ГБ оперативной памяти. 256 встроенной. Основной датчик на 108 Мп. Ну и фронтальная камера на 50 Мп, как и во всей серии. Ну, наверное, вот именно на фронтальную камеру я бы обратил пристальное внимание. Потому что она получилась во всей серии очень хорошей. И этот телефон позиционируется как камерафон. Но, наверное, если вам действительно нужен хороший камерафон, я бы обратил ваше внимание на другие смартфоны от компании Honor. Ценник в районе 28 тысяч рублей. Переходим к следующей линейке. Это, по сути, основная линейка. Называется она N250, 60, 70, 80, 90. Ну и вот более актуальные модели. Это Honor 100 и Honor 200. Тоже обращаю ваше внимание на Honor 200. Потому что это актуальная модель данного года. И если вам нужен камерафон за недорого, то это, наверное, 100% Honor 200. По крайней мере, он очень сильно конкурирует с компанией Realme. С теми же самими Realme 12 Pro+. Но отмечу 100%, что у Honor 200 будет лучшая фронталка. Вообще, это одна из самых лучших фронталок, которые я видел за все время использования смартфонов. Потому что за этот ценник, ну, наверное, такой фронталки вообще нигде не найти. И поверьте, даже на некоторых флагманах нет такой фронтальной камеры. Итак, давайте немного поговорим об Honor 200. Здесь Android 14, батарея 5200, быстрая зарядка на 100 Вт. Неплохо. Snapdragon 7 Gen 3, не плюсовая, не новая версия. А вот немножечко чуть подустаревшая, но ее вполне себе достаточно. Adreno 720, это видеоускоритель. 8 256, это конфигурация. Экран 6,7 дюйма. Это OLED-матрица 120 Гц. Ну и вот перейдем к камерам. Наверное, это самый-то его главный козырь этого смартфона. Основная камера на 50 Мп. Второй датчик на 50 Мп, это телефото. Ну и селфи, друзья. На 50 Мп, один из самых лучших селфи-очков. Тут же есть и ширик на 12 Мп. Как вы понимаете, это очень неплохой набор. По сути, даже флагманский набор для такого смартфона. В районе 35 его можно приобрести. Ссылочки, друзья, в описании. Также на телеграм-канале, когда были самые лучшие актуальные цены, я его тоже выставлял. Это вот мой рекомендацион, если вам нужна лучшая фронталка. Ну и в целом, неплохой такой камерафон. Далее переходим к линейке Pro. Здесь 50 Pro, 60, 70, 80. И актуальные модели это 100 Pro и 200 Pro. Как вы понимаете, это самая лучшая модель в данном моменте. Это Honor 200 Pro. Так скажем, элита в исполнении лучшего из лучших. Здесь хороший экран, 6,78 дюймов. Это OLED. Матрица 120 Гц. Хорошая, неплохая матрица. Может быть, не самая лучшая сейчас на рынке. Но в целом, подойдет. По производительности все неплохо. Потому что здесь Snapdragon 8S Gen 3. То есть, неплохая производительность вам обеспечена. Adreno 735. 12 ГБ оперативки. И 512 встроенные. Есть и другие варианты. По батарее 5200 мАч. Быстрая зарядка на 100 Вт. В целом, пока что все достаточно неплохо. Но и по камерам. Основной датчик на 50 Мп. Также телевик на 50 Мп. Ultra Wide, то есть ширик на 12 Мп. Но и фронталка, друзья. Вот здесь, наверное, самая большая разница. Тоже на 50 Мп. Есть еще дополнительная камера во фронталке. Наверное, вот только этим он чуть лучше, чем 200 серия. Мне кажется, наиболее оптимальный вариант это Honor 200. По сути, он гораздо дешевле. Ну а по набору камер, если вам нужен прям, как говорится, топчик из топчиков, то здесь, по сути, все то же самое. И если рекомендовать какую-то серию, вы понимаете, да, то это Honor 200, Honor 200 Pro. И эта серия, я уверен, очень много сделает для этой компании. И переходим, наверное, к самой интересной серии. Это Honor Magic. Здесь был Magic первый, тот самый знаменитый Magic. Второй тоже, кстати, был очень интересен. Вообще, был хороший такой интересный концепт. И эта серия, ну, может так сравнить ее с серией компании Xiaomi Mix. То есть здесь экспериментальные модельки, очень интересные, необычные. И здесь компания экспериментирует, насколько это возможно. Далее был Magic 3, Magic 4, 4 Pro, Magic 5, Magic 5 Pro, Magic 6 и 6 Pro. Это, наверное, самые актуальные модели на данный момент, а именно Magic 6 Pro. Есть Magic 6 Ultimate. Очень интересный дизайн, очень интересная концепция. Если вы себе хотите такой неповторимый смартфон, то это 100% Honor Magic 6 Ultimate. А также есть раскладушки Honor Magic V2 Fold. Это, так скажем, Fold, а по-русски, скажем, книжка. Ну и новинка, кстати, либо ее уже представили, либо представят совсем скоро. Если вы смотрите видео чуть позже, то его уже представили. Honor Magic V3. Это тоже, друзья, такая раскладушечка в виде книги. Ну и на что бы я обратил ваше внимание. В целом, очень хорошая, интересная серия. Но все-таки один смартфон выделяется из всего ряда. Это Honor Magic 6 Pro. Абсолютно бескомпромиссный вариант. Экран 6,8 дюймов, Full HD+, разрешение. Это OLED-матрица и, конечно же, 120 Гц. Достаточно мощный шамолет. Ну и далее к производительности. Самый лучший процессор от компании Qualcomm на данный момент. Это Snapdragon 8 Gen 3. 4 нанометра Adreno 750. Ну, как говорится, зверь в производительности. И все в этом роде. В этом ему помогает 12 ГБ оперативной памяти LPCDR 5X. 512 ГБ встроенной UFS 4.0. Ну и, как следствие, около 2 миллионов баллов в Antutu. Ну и здесь, наверное, один из самых лучших наборов по камерам. Потому что основной датчик на 50 Мп. Апертура f1.4 до 2.0. Телефото на 200 Мп. И сверхширик на 50 Мп. Селфи-камера на 50 Мп. Ну и, как говорится, это абсолютно такой бескомпромиссный вариант. По мне, задняя крышка выглядит интересно и оригинально. Хотя не всем она заходит. Но вот в линейке Magic я бы все-таки выделил именно этот смартфон. Далее переходим к последней линейке. Это линейка под названием GT. Здесь вообще очень мало смартфонов. Может быть, есть и другие смартфоны. Может быть, кстати, вы обратили внимание, что-то я не добавил в этот обзор. Что-то я забыл или же упустил. Поэтому не стесняйтесь. Обязательно пишите в комментариях, что я упустил. Ну и какой смартфон не добавил в этот обзор. Итак, Honor 90 GT и Honor X40 GT. Если взять Honor 90 GT, то на GT он вообще сильно не похож. То есть, обычный стандартный смартфон. 5000 мАч батареечка. 100 Вт. Быстрая зарядка. Процессор неплохой. Snapdragon 8 Gen 2. Версия 12256. Экран на 6,7 дюймов. AMOLED матрица 120 Гц. Ну и основная камера на 50 Мп. В целом, неплохое решение, но название GT пока что непонятно, к чему оно присвоено. Но и более знаменитый когда-то смартфон. На данный момент он уже подустарел. Это Honor X40 GT. Здесь, кстати, достаточно неплохо было все. IPS матрица когда-то еще была на флагманских устройствах. Snapdragon 888. Тот самый знаменитый. И примерно 800 тысяч баллов в Antutu. Батарея на 4800. И основная камера на 50 Мп. Телефон был знаменит тем, что за небольшой ценник он предлагал отличную конфигурацию. Но и на данный момент продолжение этой линейки я пока что не обнаружил. Но, возможно, она где-то еще есть. И в конце мы подведем небольшой итог. Вы можете обратить внимание на все серии. Вот это серия A, C, S, X. И вот, наверное, самые лучшие серии. Это все-таки серия N. Я бы обратил ваше внимание на центральную линейку. Это Honor 100. Honor 200 в особенности. Honor 200 Pro. Ну и серия Magic тоже, друзья, одна из самых знаменитых. Повторюсь, ждем Honor Magic Way 3. На этом, друзья, у меня все. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Нажмите на лайк этому видео. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.